Ну чё, здорово, YouTube, здорово, Дзен, с вами Джон, он же читатель новостей 312. Сегодня в этом ролике мы заценим, что же у нас там за очередная средешная статья вышла у Bungie, ну и заодно убедимся в том, что у нас заработал, наконец-то, доясняет и менеджер, который не работал весь день сегодня. Ну, те, кто смотрел утреннее видео, да, знают, что с серваками были проблемы ночью, и, как выяснилось, Bungie какое-то время не отключала, точнее, не включала всякие там сторонние приложения, но сейчас они вроде бы как заработали. В общем, во всё это нырнём после вашего лайка, подписки на канал, прожатия колокольчика, прохождение по всем ссылочкам в описании ролика для поддержки стримера. Также, напоминаю, что у нас тут на Твиче стримы проходят каждый день, где можно со мной проиграть, поучаствовать в хиповозиках, позадавать какие-нибудь вопросики. Кто захочет в один из следующих роликов попасть, может это делать при помощи доната, если сумма в 10 раз увеличивается на стриме. Ну и спасибо всем тем, кто поддерживает на бусте. А именно, благодарю Алексея Высоцкого за продление Завоевателя и Персика Яблока за продление Дрэджина. Итак, что же у нас тут происходит? Буквально пару минут назад Bungie объявила в Твиттере, да, то, что Destiny Item Manager заработал, и все остальные API тоже, поэтому, pardon our dust, что называется, можно теперь нормально играть. Соответственно, все это мы разбираем в прямом эфире на стриме. Ну и новость у нас следующая. По поводу сливов. Как вы помните, у нас была парочка роликов на эту тему, да, по поводу сливов 21-22 сезона, да, и по поводу тех же самых испытаний Осириса и так далее. Ну вот, сливы по поводу глефа электрической подтвердились у нас буквально в твапе на прошлой неделе, но сейчас Bungie выпустили статью касаемо предварительных настроек, корректировок, точнее, брони в 21-м сезоне экзотической. И здесь, как я понял, многие сливы подтвердились из того, что мы раньше видели. Что ж, будем изучать. В 21-м сезоне мы представим первую волну изменений в экзотической броне, предназначенные для перебалансировки и переосмысления многих элементов брони на обоих концах спектра использования. Мы слышали отзывы о том, что вот такие изменения крайне желательны, но полный пересмотр системы модификации брони и введение совершенно нового типа урона в конце света потребовали отложить эти изменения до 21-го сезона, чтобы пыль могла немного осесть. Как вы поняли, Bungie свой даст любит свою пыль. Мы остановились на двух основных целях для этого, как бы сказать, ребалансирования. Определите малоиспользуемые элементы брони и обновите их, чтобы повысить их привлекательность. Настройте ненужные части брони, которые, вероятно, слишком мощные. Ну, короче, ждем нерв протокола звездного для варлока или еще чего-нибудь. Кроме того, мы хотели ограничить несколько случаев использования урона, которые превзошли ожидания, представленные в конце света. Частично для того, чтобы привести урон в ожидаемый диапазон, но также и для того, чтобы облегчить необходимость использования определенной комбинации экзотики и модов для достижения оптимального урона. В этих случаях мы надеемся, что это уменьшит желание запускать дополнительные моды на вашу броню для ног, позволяя вашей экзотике преодолевать эти препятствия и освобождая вас для использования других модов в этих гнездах. Короче, чтобы нам не пришлось там три мода на увеличение электрического урона во владыку грому совать, и банджи решили как-то это переделать, как я понял. Ну, посмотрим. Имея в виду все эти цели, вот изменения, которые мы вносим. Пожалуйста, обратите внимание, что если не указано иное, следующее изменение не затрагивает остальные преимущества экзотов. Я прямо уже чувствую, как в Твиттере они потом будут пояснять то, что они в этой статье написали. Так, танцующие машины здесь мы видим на картинке, на охотника экзотические ноги. Ахамкары. О, да. Эта экзотика теперь будет перезаряжать магазин всего вашего оружия, когда вы поражаете цель своим мощным оружием в ближнем бою, и в течение пяти секунд после наносения урона в ближнем бою вы получаете увеличенную скорость передвижения в высоту прыжка. А, это другая хамкара. Ну ладно. Объятие Атрис. Набирайте дополнительную силу, пока активен босс к урону от ножей экзота этого. Ну, окей. Допустим. Хранитель Клятвы, когда луки полностью натянутые, они получают бонус к урону против противников. А, это против ПВЕ-шных противников, да? Ну, компонтанты это имеют в виду мобы. По мере удержания лука, ну, деактивируются через несколько секунд. То есть, прикол этих рук был в том, что... Ты, как бы, можешь натягивать хоть весь день тетиву и не отпускать, а они этот экзот лишили. Я правильно понял? Ладно. Комментарий разработчика. Оригинальный редизайн позволил вам сохранить бонус к урону до тех пор, пока вы держали лук полностью натянутым. Что можно делать бесконечно, благодаря существующей экзотической функциональности. Однако, это привело к появлению некоторых чрезмерно пассивных стилей игры, когда игроки чувствовали, что оптимальный способ игры это медленно двигаться при полной разрядке или прятаться за укрытием до бесконечности, прежде чем выскакивать для стрельбы. Несмотря на это ограниченное окно получения бонуса к урону, луки по-прежнему получают значительное увеличение урона от удержания натягивания в течение короткого времени без ухудшения игрового процесса. То есть, это не только в ПВЕ будет. Это еще и в ПВП у нас. Блин, не дай бог, Климонарх из-за этого будет шотать в голову, и это будет ржач. Не, ну, скорее всего, они это предусмотрели, но кто их знает. Будем следить за развитием событий, так сказать. Ладно. Ремень Райзю. Деактивируя свое электрическое копье, таскает свою ульту. Вы создаете ослепляющий взрыв, который временно увеличит урон от вашего электрического оружия. Однако, блокировка защиты вихря больше не будет расходовать энергию медленней. То есть, включая мульту, чтобы получить баф к вашему электрическому оружию. Звучит как заманчивая идея. Бизнес-план. Ладно. Танцевальные машины На охотника. Убийство во время действия вашего бесплатного, точнее, уклонения, да? Ну, там же, когда вот мы применяем этот экзот на охотника, эти ноги, у нас появляется возможность несколько уклонений подряд прожимать. Увеличивается продолжительность бесплатного уклонения, больше не отключается, когда вы удаляетесь слишком далеко от противников. Деактивируется после использования Suspending Slam. Посмотрим. Это когда ты на нитевом подклассе ныряешь вниз, чтобы кого-то застопить. Вроде бы как. Комментарий разработчика. Добавление увеличения времени на убийство позволяет этому очень хорошо сочетаться с перезарядкой искусственного стрелка, модом на броню жнеца и новым модом на мощное протяжение, который позволяет собирать сферы силы на расстоянии. Ну, опять же, стреляй, подбирай. Надо бы, кстати, список этих пушек составить, у которых этот перк есть, чтобы потом можно было их фармить в следующем сезоне. Что-то все руки не доходят. Во время тестирования игроки могли совершать бесплатное уклонение в течение длительных отрезков, взбивая большое количество... Ну, делая большое количество сфер силы. Однако, разрешив ей продолжать раздавать бесплатные сферы, стало слишком просто создавать бесконечную машину, генерировать сферы без необходимости рисковать собственное выживание. Ну, короче, Банжи решили над этим поработать. О, топотуны. Удалены штрафы за эффективность в воздухе. Охотников бафает. Здесь, я думаю, вообще основной момент этой статьи будет для большинства ПВП-игроков. Вы получаете увеличенную скорость, расстояние скольжания и улучшенные прыжки только тогда, когда ваша энергия уклонения заполнена. Ну что ж, сливы подтвердились. То, что штрафы уберут, то, что это будет... Баф будет зависеть от классовой способности, заряженной, незаряженной. Да, вот это мы уже тогда по этим сливам видели, но интересно то, что теперь мы официальное подтверждение спустя месяцы по эту тему получили. Окей. Комментарии разработчиков. Мы хотим, чтобы топотуны обладали сильной фантазией, но постоянное время безотказной работы для получения мощной преимуществ передвижения, которая сильно затрудняет нацеливание на охотников ПВП, на контроллере, в конечном итоге делает его выбор слишком автоматическим, даже с учетом предыдущих изменений эффективности в воздухе. Мы отменяем это изменение, но увеличиваем время безотказной работы, чтобы пытаться сделать так, чтобы вы могли использовать его для нападения и засады, или побега и сбоя, но не для того и другого. Короче, придется выбирать. По поводу передвижения у Банджи я смотрю вот прям такой вот пунктик, то есть там, я помню, народ жаловался про то, что, ну, ты на Титане делаешь заряженный удар там в воздухе, шолдер чардж, и у тебя за это снимают 16% энергии, которая будет восстанавливаться разное количество времени, в зависимости от того, сколько у тебя силы, но при этом этот штраф не применили ни к Варлокам, и ни к Охотникам. Как видите, Банджи здесь, тоже решила над этим поработать, занявшись самым популярным экзотом для Охотника. Ну что ж, будем смотреть, как это будет работать. Собственно, в ПВП. Маска Бакриса изменена, чтобы использовать бонус к урону от оружия без суммирования 4 уровней, который действует так же, как и бонусы, к уровню без суммирования, предоставленные модами Search, ну, на увеличение урона, собственно. Бонус к урону увеличен ПВЕ с 10 до 25%, и теперь дает 6% бонус к урону от оружия в ПВП. Больше не сочетается с модами на броню для ног Search, ну, то есть, усиление, которое мы там в ноги все оставляем, там 3 мода этих электрических, они сакаться не будут с этим, к примеру, с Бакрисом. Но предоставляет больше бонус, чем может быть достигнут с 3-мя такими модами. Ну, опять же, можно будет расчехлить свой тазис, своего тазисного охотника для ПВЕ, потому что раньше, когда мы могли делать кристаллы стазиса, подбирать их для получения бафа к урону, и комбинировать это с Бакрисом, получался не киловый такой ДПС. И сейчас, когда у нас нет возможности использовать стазисные кристаллы, как колодцы света, потому что колодцев света в игре нет, да, вот, функциональность была подурезанной. Я рад, что Банджи решила дать игрокам больше опций, так сказать. Ну что ж, будем посмотреть. Ну вот пока что, да, вот, самое сладенькое, мне кажется, Банджи оставили вот здесь, с последними этими двумя пунктами. Но все остальное надо смотреть, на самом деле, для охотника. Окей, что у нас тут для Титана происходит? Ушечная скоба для точного контакта. Подожди, это у нас новый экзот, да, в одном из прошлых сезонов было электрически, когда вот мы заряженную руку использовали. Удары молнии теперь поражают цели. Увеличен уровень ПВЕ за разряд молнии с 50 до 200. Усиление теперь увеличивает урон от молнии на 50% вместо увеличения их дальности. Ну, окей. Дальше. Ну, бэкап план, но это руки для дробовика. Когда вот вы кого-то убиваете, получаете овершилд. Ну, из первой части еще. Полностью переделывают эти руки, полностью заменяя старую функциональность. Теперь обеспечивается умеренная повышенная эффективность стрельбы в воздухе и скорость перезарядки дробовиков. Пока у вас есть защитный экран пустоты, дробовики наносят дополнительный урон, а завершающий удар от дробовика обновляет ваш защитный экран. При использовании подклассов пустоты, быстрых финальных ударов дробовиком или победным могущественным врагом с помощью дробовика вы получаете защитный щит пустоты и запускаете восстановление здоровья. Ну, как будто вы убили кого-то ударом руки. Типа. Ну, посмотрим, опять же. Типа, в первой части эти руки были популярны, во второй части у нас есть антеи, есть, как его называют? О, господи. Все из головы вылетело. Да, вот есть антеи, есть дюны те же самые и так далее, поэтому как-то на эти руки особо никто не смотрит, но, может быть, посмотрят, фиг знает. Пока что не вижу. Надо, опять же, на бумаге красиво звучит, посмотреть, как это будет играться. Второй шанс. Бросок щитом в ближнем бою теперь ослабляет противников. Оглушение воителя ближнего боя броском щита дает один полный заряд ближнего боя. Ну, окей. Еще одна причина пустотного титана попробовать ПВЕ. особенно в тех же самых грандмастерах. Черепокрепость. Лечение от точного или подожди, стронхолд, это другое, да? Лечение от точного блокирования заметно значительным снижением урона, 50% ПВЕ, 10% ПВП при блокировании мечом. Когда вы прекратите блокировать мечом, получите восстановление воссоздание даже. Воссоздание Х2, продолжительность которого увеличивается в зависимости от количества заблокированных вами выстрелов. Просто почувствуйте, отжидаем. Ну, типа, окей. Я не знаю, этим экзотом пользовался примерно никто, что ПВП, что ПВЕ, особенно вот это будет забавно в ПВП, да, когда в испытаниях Осириса тех же самых, да, где ты, когда меняешь экзот, у тебя сбрасываются полностью обилки и суперспособности. И одевать этот экзот для увеличения 10% урона для одного раунда в соседательной игре или в Осирисе Ясен фиг никто не будет, но смешно. Окей. Комментарии разработчиков. Оригинальная механика исцеления при идеальной защите была заменена на уменьшение урона, что попросить использования. Ведущая версия идеального охранника стимулировала быстрое блокирование и снятие блока для большей эффективности, что было неинтуитивно для большинства игроков и недоступно некоторым. Изменение на уменьшение урона при блокировании и восстановление после прекращения блокировки позволяет вам приблизиться на дистанцию ближнего боя и оставаться в живых, нося атаки благодаря восстановлению. Удобно, что она также очень хорошо сочетается с некоторыми эзотическими вещами, такими как плач. Ну, блин. Опять же, я могу представить, что это подойдет при нанесении урона каким-то боссом, к примеру. Ну, типа, побил какого-нибудь босса, видя, что он собирается нанести удар, поднимаешь там щит, получаешь 50% блока урона ПВЕ, после этого продолжаешь. Когда вы перестанете блокировать, вы получите воссоздание Х2, ну, то есть, да, здесь можно что-то придумать, достаточно неплохо звучит ПВП, я, правда, не знаю, зачем это, кому это будет надо, но посмотрим. Ну, типа, здесь есть пространство для маневра, но мне кажется, тут надо будет воображение напрячь. Вечный воин. Быстрые тейкдауны с помощью электрического оружия увеличивают урон от вашего электрического оружия, используя те же бонусы к урону, которые не суммируются, используемые модами там, серч, да, вот, усилением в ноги. Это может доходить вплоть до бонуса урона четвертого уровня, дающего бонус к урону в размере 25% ПВЕ и 6% ПВП, обеспечивая больше бонусов, чем может быть достигнут с тремя модами серч. При получении бонуса к урону четвертого уровня убийство из-за электричества увеличивает продолжительность действия этого урона. После того, как ваш кулак хаоса закончится, вы получите бонус к урону четвертого уровня. Ну, типа, опять же, электрической беговой ультой в ПВЕ и в ПВП сейчас пользуется примерно никто. ПВП, потому что она долго откатывается в ПВЕ, потому что, ну, вы скорее возьмете Супермена, да, для того, чтобы носить больше урона точечного по боссу, там, или по группе противников. Но для очистки большого количества трэша, да, мелких мобов, у нас все-таки что-то другое можно найти. Ну, посмотрим, опять же, скорее всего, вот все эти изменения, которые банджи тут проделывают, какой-нибудь тигзон будет на старте сломан, и можно будет первую, там, недельку, полторы им попользоваться, там, ну, урон будет увеличиваться не на 25%, а на 250, к примеру. То есть это можно будет попользоваться, покайфовать, пока банджи, там, этот экзот не выключит и не исправит. Так что он снова у нас отправится на свалку. Ну, поживем, увидим. Рок Хелпри. Экзотическая голова на Титана, которая испускает волну, после того, как вы, там, ставите баррикаду. Волна солнечного урона теперь сжигает цели. Ура! Так, пусть пылающих шагов. Изменено, чтобы использовать бонусы к урону от оружия без суммирования, используемые модами для увеличения урона. Это может доходить до бонуса уровня 4, дающего бонус к урону в размере 25% ПВЕ и 6% урона ПВП, обеспечивая большую бонус, что может быть достигнут с тремя модами Сёрдж. При бонусном уроне 4 уровня солнечное убийство продлевает срок действия бонуса. Попадание в оболочку... Угу. А! То есть, когда вот вы получаете баф, вы получаете также и 4%... 4 уровень урона увеличенный. Ну, окей. Дюны. Уменьшен радиус действия урона от цели, от цепи, да? С 20 метров до 12 и урона от ПВП с 85 до 50. Пресс-Ф то дюном, наверное. Ну, типа, да, этот экзот был достаточно мощным ПВП, противным и основным для использования для большинства титанов, но мы это знали, когда читали сливы, то, что этот экзот по нерфю. Ну, на самом деле, мне как-то сложно по этому поводу переживать, потому что я всегда с антейми бегал. Так что, ну, окей. Комментарии разработчика. Эта экзотика находит много применения ПВП и не так много ПВЕ. И эти изменения учитывают это из-за диапазона в цепочке урона. Было очень легко быть убитым этим экзотом, даже не видя, как человек убивает тебя в ПВП. Поэтому мы уменьшили этот диапазон, уменьшили урон. Ну, кстати, да, было противно, когда вот два дробашиста друг с другом там дерутся, противник твоего тиммейта с надетыми дюнами бьет по лицу, я в этот момент убегал, хилился и меня задело волной и убило. Ну, неприятно, да. Окей. Ну что ж, пока что, да, у нас самые важные нерфы были касаемо Топутунов и Дюн для Охотника и Титана, соответственно. Смотрим теперь, что у нас тут на Варлоках. Веспер Радиус. Ваши разломы, которые каждые пять секунд испускают электрическую ударную волну, которые наносят урон 200 в ПВЕ и 70 в ПВП, враги, побежденные этими ударными волнами, взрываются на себя 100 единиц урона и если у вас есть экипированный подкласс электрический, так же ослепляют врагов ближайших. Ну, по-моему, это та грудь, которая у нас использовалась в основном для того, чтобы замораживать на остальном Варлоке противников, да, и потом их добивать электрической волной. Ну, типа, окей. Да, я не путаю, на русском это экзотическая грудь, называется Вечерняя Звезда, соответственно, окей, окей, посмотрим, как будет работать. Ну, в основном, я думаю, я, как и многие, видел это в стазисном там, билде, ну, типа, да, ослепил мобов и, точнее, заморозил врагов и нанес им урон и даже некоторых убил. Ну, типа, было прикольно, но... такое. Хроматический огонь. Увеличен радиус и урон от взрыва, наносимый точными кинетическими ударами. Взрыв также применяет эффект... Так, 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 так. Применяет эффект статуса к целям, которым он дамажит, в зависимости от того, какой подкласс у вас есть. Ага. То есть, на электрике будет ослеплять, на солнце будет обжигать, на стайсе будет замедлять, ну и на нитях разрывать. Разрывная просто. На пустоте ослабевать, так сказать. Окей. Ладно. Ну, хор рассвета, бонус к урону от снаряда рассвета увеличен и больше не наносит, не зависит от того, будет ли враг обожжен. Ну, окей. Наверное. Я думаю, варлоки в несосязательных режимах пвп будут рады. Дальше. Алхимия. Пребывание в разломе дает бонус без суммирования к урону в расколе, да? Оружие о соответствующем типу урона вашего подкласса. Этот бонус к урону эквивалентен двум модам в Сёрже. 17% для ПВЕ. Ну, кстати, неплохо для не кладезных варлоков. Если вы вдруг пойдете в рейд какой-нибудь и будете стоять в усилиющем расколе, к примеру, ну, фиг знает. или буду... Если это будет действовать в хилищем, как бы сказать, расколе, ну, не в усиливающем, да, то можно будет и получать бонус к урону, и при этом ещё и сопротивляться урону больше. Ну, фиг знает, опять же. Такое. Октя хамкары. Мощное убийство в ближнем бою создают сферу силы. При оснащении модами для тяжёлых боеприпасов повышается мощность создаваемого шара. За один вынос противника можно будет создано не более одной сферы силы. Комментарий разработчика. Это экзотика, использует тот же перк, что и тяжёлая рука, и дополняется модом, если вы решаете его экипировать. Ну, хорошо, наверное. Ну, то есть, да, у меня будет дополнительный заряженный удар рукой, и при этом я буду делать сферы силы. Ладно. Мантия гармонии боевой битвы. Дополнительный урон от оружия изменён на 4 уровень, когда суперспособность полностью заряжена, что увеличивает бонус к урону в ПВЕ на 20% с 20% до 25% и снижает бонус к урону с 15% до 6% ПВП. Больше не сочетается с модами на броню для ног усиления, но предоставляет больше бонус, чем может быть достигнут с 3-мя мод такими модами. Бонус к урону применяется только к оружию, соответствующему типу вашего подкласса, и теперь суммируется с усиливающим расколом и другими подобными бонусами к урону. Увеличено базовое действие. Время этого бонуса со 6 секунд до 10 секунд ПВЕ и с 3 секунд до 5 секунд ПВП. Ну, окей, посмотрим, звучит неплохо. То есть, опять же, если это будет суммироваться с усиливающим расколом, который на 20% усиливает урон, ну, зачем мне это, если у меня есть кладезь? Если это будет суммироваться с кладезью, то окей, допустим. Ладно. Змейный аспект. Удаленно расширенный диапазон ближнего боя. Больше не ударять противников на 10 метрах. Где-то хихикают титаны с синтоцепсами. Комментарий разработчика. Расширенный диапазон ближнего боя создавал некоторые странные ситуации, когда выпад игрока в ближнем бою приводил к тому, что он блинковался с высокой задержкой. То есть, вы по нему не могли ударить, когда он по-моему мог ударить. Эта экзотика сохраняет множество сильных преимуществ нейтральной игры. Ну, спасибо. Самый популярный экзот в ПВП сейчас на Варлока. Ну, вот если на Трайлс репорт зайти, и вот такое. Шпора дает энергию раскола при любом уничтожении солнечным оружием, причем больше энергии предоставляется при уничтожении солнечным оружием, когда вы стоите в расколе. Кроме того, теперь вы должны стоять в расколе, когда наносите последний, ну, когда наносите добивающий удар, чтобы экзотика расходовала энергию в вашей классной солнце, создавала раскол в положении цели. И до этого был не особо такой интересный экзот, да, и тут вот они еще решили добавить интереса, так сказать. Ну, то есть, до этого я при помощи ульты, к примеру, создавал вот эти расколы, да, а сейчас при помощи пушек, но... Хотя, ладно, опять же, ждем, когда в игре появится. Итак, самое сладкое. Протокол Звездный Огонь. Уменьшено количество энергии, получаемое за единицу урона, с 20% до 2,5. Убийство с использованием усиливого оружия теперь дает 20% энергии гранаты. Ну, окей, с одной стороны занерфили для убийства, для ДПС по боссам, с другой стороны бафнули для секторов, я не знаю, то есть, для одиночной игры, для зачистки территории, это будет сейчас более полезный экзот, но для ДПС рип. Комментарии разработчиков. О, протокол Звездный Огонь. Эта экзотика была сильна долгое время, с тех пор, как вышла версия Солнца 3.0, гранаты, так сказать, липучки, стали намного мощнее для Варлоков. Внося эти изменения, мы не хотели полностью лишать экзотикой преимуществ, ха-ха, но прямо сейчас Звездный Протокол один из лучших экзотов, повышающих урон от одиночных целей. Объедините выстрелы горстки пепла и вольфпаков с, ну, с, точнее, ракетниц с перком диверсант, и вы, по сути, получаете бесконечный цикл ракеты и гранат двойного действия, и это высасывает весь воздух из комнаты, как же они любят высасывать весь воздух. Эти изменения предназначены для уменьшения урона от пассивного оружия, который слишком быстро защищает вам ваши гранаты. Вы все равно вероятно получите дополнительную гранату или две за фазу нанесения урона, ой, спасибо большое, а также для того, чтобы отказаться от доминирования урона от одной цели и перейти к нейтральной игре. Как и в случае любых вносимых нами изменений, мы будем внимательно следить за данными и вашими отзывами, возможно, внесем соответствующие дополнительные изменения в настройку, мы уже работаем над следующим раундом настройки экзотической брони для следующих сезонов. Да, ну что ж, вкратце, опять же, большая часть этих изменений, ну, такие, игроки их не особо заметят, но больше всего, я думаю, заинтересует, я думаю, это Путоны, Бакрест, для, для Охотника, для Титана, Дюны, их нерв, для Варлоков, я не знаю, ну, Звездный протокол чисто, ну, то есть, все это мы уже, конечно, разбирали в видосах, там, со сливами, но, опять же, получить подтверждение на каждый из этих пунктов, ну, не все, конечно, подтвердилось, однако, самые важные моменты, да, ну, то есть, по поводу Варлоков, в плане ДПС по боссам, ну, тут не стоит отчаиваться, у нас есть альтернатива, ну, типа, ну, то есть, вот у нас, еще 4 апреля, мы записывали ролик, да, где разбирали, то, что будет нерв Звездного протокола, ну, и разбирали билд с наркопниками солнца, ну, типа, да, здесь можно противника таким вот образом закидывать гранатами в больших количествах, и это даже составляет конкуренцию Звездного протокола уже сейчас, но тут есть одна проблемка, вам надо совершить щелчок Таноса, к примеру, убить какого-нибудь моба мелкого, который будет пробегать мимо, чтобы потом можно было закидывать босса гранатами, то есть, если вы остаетесь в комнате наедине с боссом, то это работать не будет, ну, высосали весь воздух из комнаты всех мобов, да, как любят говорить Банжи, поэтому у этого билда есть недостаток и существенный, к сожалению, в этом вопросе, однако, будем следить за развитием события, может быть, события, может быть, какая-нибудь альтернатива и появится, поживем, увидим, что называется, да, ну, с Ахамкарами здесь Банжи меня почти поймали, ну, типа, для Охотника есть два, две экзотических пар рук, где есть надпись Ахамкара, да, но, бесконечные солнечные гранаты все-таки в игре останутся, в ПВП, их они не трогали, поэтому Охотники в некотором роде могут выдохнуть, пока что, ну, а на этом мы пока что ролик заканчиваем, спасибо всем за просмотр, лайк ставим, комментарий пишем, на канал подписываемся, колокольчик прожимаем, чтобы не писать удаление, выходить новых видосов, если там кто-то очень сильно забеспокоится, можем ролик выпустить, да, с альтернативами этим экзотам, если вдруг нужно будет, но, как говорится.